Настоящих студентов А вы настоящие студенты? Мы не настоящие? Вы настоящие Ну вот есть некоторые Не совсем настоящие Да, вопрос, какой вопрос? Вот мы наводили, что взаимодействие не должно зависеть от флэйра А почему мы так можем давать? Почему? Ну, потому что так устроена природа То есть, потому что мы так представлены в дранжаве? Да, конечно, конечно Но это так показывает эксперимент естественно Вы сами понимаете, что физика это наука экспериментальная Да, ну а что? Вот смотрите, у нас, опять же, станцуем с вами в два Пишем флорку в два графика И это как, что у нас есть Столка по флэйворам, да? Здесь-то есть еще то же Для данного флэйвора Здесь-то есть И, Д со шляпой Большой М флэйвор Да? От флэйвора Вот это вот лежат в клаппе у шкалей, взаимодействующих с глионным полем Где здесь зависимость от флэйвора? Где здесь взаимодействие? Вдревле Вот здесь взаимодействие, да? Да Есть здесь взаимодействие от флэйвора? Нет 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 Мы так написали Да, мы так написали И оказывается, что вот это соответствует природе, понимаете? Другие теоретики могли бы написать, что не измените Могли бы написать, но тогда их утверждение было бы быстренько опровергнуто экспериментом, понимаете? Могли бы написать, да Написать можно все что угодно Так, теперь шкалейберс 1-4 И так запишу ЖЕ Ню-ню А И все в квадрате Ну вот Так, это мы написали, правильно? Это мы получили из принципа калибровочной Локальной калибровочной варианты При этом У нас это ню И Это есть И Дерипалинка Это обычное производство Частное, конечно ИД Минус Ж А Мю Вот это Поле Амю Поле Амю Мы изменим для того, что мы обеспечим перебросину Из вариантов Вариантность относительно локальных калибровочных преобразований При этом Амю Это естественная матрица Она Отписывается Таким образом Что это есть Амю А Мы должны обвести НС квадрат минус единица Полей Поле Где НС число цветов Или Ранг Группы Калибровочные ИДА Это Генератор Представления группы В Фундентальном Представлении Генератор Группы Фундентальном Представлении Представлении И Как мы договорились Мы их Так определили Что У нас Выполняются условия Ну конечно Фур Или Трейс Вы почитаете Ну тогда Трейс ТА Правый Группы Да Это Что нам обеспечивает Это Что обеспечивает Свойства А Без Курас Это Свойства Мы преобразования Группы пишет как У, матерца преобразования, матерца круговая. Это есть экспонента, соответствует ИТА на ТЦА. ТЦ – это параметры, то есть, ну, скажем, для группы вращения двух поворотов. А ТЦА – это вот эти генераторы гуманитарных представлений. Так вот эта бесшпоровость этих матерц ТЦА обеспечивает что? Что унимодулярные эти матерцы, матерцы У – унитабные и унимодулярные. Они образуют группу СУНЦ – группа преобразования. СУНЦ. НЦ – число цветов. Друг для группы – это число цветов три. Так вот, это здравствуйте, здравствуйте, Александр Александрович. Так, это число цветов. Значит, когда иппанда тоже меняет, в реальность число цветов три. Ну, часто пишут, что в общем-либо СУНЦ. Так вот, видите, это, что означает У – это преобразование унитабное, а С – унимодулярное. СУНЦ. Унитабность обеспечивается тем, что ДА – эрмитовский. Вот эти свойства, да? Ну, теперь это свойство еще никак не говорит о нормировке, которую в общем-то можно менять. Ну, мы будем использовать на здоровье-то пункт, что Рейс опять же. Я уже говорил, Рейс. А Рейс равно 1-2-1-2-1. Если для группы СУН-2, то ТА – это матрица сигма, деленная пополам. Да? Да. Вот. Нужно быть так, как она вдруг. Еще, сразу, наверное, если уж мы заговорили о этих матрицах, то давайте начнем соотношение полноты для этих матриц. Эти соотношения, ну, оно очень удобно. Можно множество других соотношений из него получать. Очень удобное соотношение. И, в общем-то, вы можете и сами написать соотношение, да? Как оно пишется? Как оно выводится, это соотношение? Оно выводится из того факта, что совокупность матриц ТА, которых НС квадрат минус единица, плюс единичная матрица, да? Вот эта совокупность, это матриц, число матриц будет НС квадрат, и вот эта совокупность этих матриц, она образует полную систему. То есть, любую матрицу можно разложить вот по этим матрицам. Так, единичная. И отсюда легко получить такое соотношение. Соотношение СА, вот так вот навишено, альфа-бетта, СА, здесь навишено гамма-дельта, да? Плюс гамма-дельта на два НС, а здесь написано, дельта альфа-бетта, дельта гамма-дельта. Вот почему здесь стоят гамма-дельта на два НС, да? Ну, для того, чтобы, вот смотрите, вот эту матрицу, при фиксированном А, да? Берем шпур, получаем одна вторая, да? Здесь тоже берем шпур, получаем, НС сокращается, получаем одна вторая. И вот это все равно одна вторая. Вот это, происхождение этой одной второй. Это тоже связано, конечно, с формировкой, да? Одна вторая, дельта альфа-дельта, альфа-дельта, пардон, альфа-дельта, дельта гамма-бетта. Вот есть такое значение. Хотите верить, я это проверю. Вполне в ваших силах проверить, повторяю. Это получается из требования, что мы любую матрицу можем расположить по совокупности этих матриц и этих. И вот и свойства этого шпура. И свойства шпуров. Шпур Та равно нулю, шпур единичной матрицы, конечно, это единица на НС. И НС, шпур единичной матрицы. А здесь и шпур Та-Та-Та-Та-Та-Та. Так, есть соотношение полноты. Ну, пока мы про эти матрицы ничего больше не будем. А скажем еще, что же такое желенью? А, как определяется? Ну, можно так определить. Здесь матрица желенью. Женью равно дню аню минус дню аню. И что там? И что там? И д, и д, и д. Вот и на и. Что получится? На минус и плюс. И д. Это вот так вот. На мюд. На мюд. Вот это тоже матрица, естественно, да? Но если мы распишем аню, ну, ее можно написать, конечно, что эта матрица есть по определению. Я найду А. Она тоже помогает по матрицам Та и Торик. Потому что шпуретит матрица, шпуретит матрица с Та и нулю. И шпуретит коммутатор. Почему коммутатор с Та и нулю? Это, вот я забыл, это важное соотношение, вот это самое важное соотношение для тех матрицами театра, это то, что Та и Та и Та, коммутатор, коммутатор, определяющий группу, это есть И, Ф, А, В, М, В, С, И если мы воспользуемся этим, здесь А, это А, и это, запишем все вот матрицы, в матрице, запишем ее в возложении через Та и Та, возьмем коммутатор с помощью этого соотношения, и вычислим же мю а, уже, же мю а. То есть, а мю а, это поля, ну, в отличие от планки, где поле одно амю, он будет четырехкомпонентный, по импесу ню, одно, одно четырехкомпонентный, здесь не одно, а с квадратной с единицей полей, да? И напряженности полей тоже не одна напряженность, а с квадратной с единицей. И мы получаем, что здесь дню, одну, одну, а, минус, дню, одну, а, и вот здесь самый главный член, самый главный член, какой же самый главный член, ф, а, а, с, а, 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 б, а, ну, ц. В каком смысле он главный? в том, что вот он есть, обеспечивает все отличия от скландовой динамики, и, значит, у нас он показывает, что поля, да, и сами поля, несут зарядку, и взаимодействие, есть целевое взаимодействие между полями, межлюбленными и полями, вот здесь оно сидит, в этом взаимодействии, да? вот, так же здесь есть цель, понимаете, мы зайдем жену в квадрат, получим вот этот член, это вот совершенно, совершенно аналоговое, не помогли, ну, только сумма будет по всем полям, а вот этот, вот этот член будет входить генетом, как в произведение Замая, это будет, что он нам даст? он нам даст вершину трехплеонного взаимодействия, и есть еще квадратичный член, он дает вершину четырехплеонного взаимодействия, вот он, Гринжан нафизан, что дальше нужно написать? правилу Фейерману надо писать правильно, да? вы видите правила Фейерману, ну, Гринжан написан на классическом уровне, на классическом уровне, да? мы его должны, ну, так, правила Фейерману, может я заскочил, немного, широко, вперед, мы должны проплантовать, да? провести вторичное квантование, да, но, естественно, мы и сталкиваемся с той же самой проблемой по существу, только в полиострой форме, что в электродинамике? в электродинамике была что-то с проблемой? нельзя провести вторичное квантование, да? почему нельзя провести? потому что импульс сопряженный, паналичный импульс сопряженный координатой А0 зануляется, да? так же действенно, потому что ну, квантование проводится и для свободных полей, да? а это для свободных полей у нас та же самая ситуация, что в электродинамике. у нас лагрушан представляют суммы лагрушанов для каждого суммы по цветам от лагрушанов, которые практически электродинамические, поэтому та же самая проблема. опять импульс, канонический импульс для координатой А0 равенную, потому что производный канонический импульс как определяется? мы должны взять канонический импульс для какого-то поля определяется как? мы должны взять производную от лагрушана от производного от лагрушана по производный поля по времени, правильно? как определяется канонический импульс? ну, как канонический импульс? П как определяется? ДЛ ПД по 0 координатам поляка играет и пиджус у нас получается 0 канонический импульс фантование нельзя провести что делается электродинами помните, что делается? добавляется член какой-то говорят аааа добавим ну в классике можно добавить член фиксирующий как говорят фиксирующий калибровку и этот член в классике можно наложить условия калибровочные так, чтобы этот член правил нулю например будем работать калибровке ДНЮАМЮ равно нулю да? тогда вот шансы написать член который нулевой будет он нулевой вклад будет давать член написали ДНЮАМЮ в квадрате да? нулевой вклад дает если мы будем работать калибровке ДНЮАМЮ ну ДНЮАМЮ равно нулю ну ванхватывать теория немножко сложнее потому что такого условия на поле на поле нельзя нулевой может быть условия на физическое состояние или в общем я не буду давать детали можно вхватывать дневники дописать член например минус единицы делить на два дэто что ли? как пишется что ли? дэмю амю дэмю дэмю амю амю в квадрате опять же это служба по цветам написали так дэмю и в электриденке все спокойно мы этот член пишем и работаем с ним и для физических величин если 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 работаем с величинами то можно сохранить токоль никаких проблем член этот член в общем-то не дает оказывается это не так в кромодинамике оказывается не так то есть так можно так сказать что у нас есть физические ам здравь только поперечные фотоны и пространство содержалась так Вы видите, мы ввели четыре значения, то есть мы ввели четыре типа фотона, а физические фотоны только поперечные, два есть физических только фотона. Но вот в электринамике вклады продольных и вредных фотонов сокращаются, если мы начнем работать только с физическими начальными состояниями, то и в конечном состоянии будет только физическим, и все замечательно. В промо-динамике ситуация хуже гораздо, потому что получается, что нашей же статую с физических состояний, все равно у нас из-за того, что есть вот самодействие биодов, мы выходим из физического сектора. То есть не происходит сокращение продольных и временных биодов, не происходит. Остаются какие-то вклады несокращенные. И вот это, в общем, некоторое время была проблема с тем, как же так сформулировать теорию, чтобы эти вклады сократить. Проблемой занимались, в общем-то, многие люди, и Фейнман занимался, и даже какой-то дал рецепт сокращения, в одной неделе дал рецепт сокращения этих лишних вкладов. А то, где вид сформулированных в общем виде, но в таком, не очень удобном. Наиболее удобную сформулировку дали фамилии Хупаков в помощи метода функционального интегрирования. К сожалению, объяснять этот метод, вообще-то очень полезно бы вам знать этот метод функционального интегрирования. Но если вы пожелаете, я вам в дополнительное время как-нибудь расскажу. А пожелаете, ну что ж, на методу сюда нет. У нас нет сейчас, в программе у нас нет времени на обсуждение этого метода. Так что я сформулирую только результат. Только результат. А результат таков. Вот таков результат. Оказывается, надо добавить сюда духи. Такие фиктивные поля, которые не физически, не встречаются нигде. Фиктивные поля. Они, это скалярные поля. Скалярные поля. Так. Надо написать, значит, плюс. Дэмю. Фикрест. А. Ну ладно. Фикрест. Ладно, так напишу. Фикрест. И Дэмю. Глезут производную на фи. Вот так. Глезут. Где фикрест. Не фи. Это поля, тоже имеющие цвет. Тоже имеющие цвет. Точно так же, как глюон. Они, глюон, вот, ежели у нас кварт, преобразуются по нанитальному представлению, что глюоны, говорят, преобразуются по присоединенному представлению. По присоединенному представлению. Трунку. И генерация, видите, вот, как, как можно, как у нас происходит удлинение производной в тензорешении глю. Вот стоит Дэмю, да, но, когда мы работаем в складе, то удлинение происходит таким вот образом. А. 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 А здесь вовсе по-другому происходит удлинение. Здесь происходит удлинение так, что, ну, так, грубо говоря, на это А действует, извините, вовсе стоит А с мелкой А с ТФАВЦ, да. А что такое со структурными константами? А что такое структурные константы? Структурные константы, вот эти структурные константы. Это генераторы группы в присоединенном представлении, да? То есть, если мы обзавел генераторы в присоединенном представлении, вот ТА это генератор в фундаментальном представлении, а если генератор в присоединенном представлении, абсолют А, ТА. Ну, ясно, что это уже генератор матрицы, да? В каком-то представлении генератор, вот это матрица 3 на 3. Или НС на НС. А эта матрица какая? Мне же, я надеюсь, что она действует в пространстве А. В пространстве, вот, световых полей А. А не А. Эта матрица должна иметь столько же индексов, естественно, сколько и это поле. Сколько индексов имеет это поле? Не индексов, а столько компонентов. Коль сегментов. Это 8 или НС квадратная свинница. Поэтому, значит, вот это, если напишу в компонентах, это уже матрица, это компоненты этой матрицы. Так вот, ТА, БЦ, это есть минус И, Ф, А, БЦ. Вот, можете убедиться, что эти матрицы потеряются тем же самым компонентом соотношением, что вот эти матрицы. Что компонентное соотношение для ТА, ТВ, мы можем написать ТА, ТВ, компонент, это опять-таки И. ТВ, Ф, В, С, Н, С. Здесь я уже не кишу. Так как там я не писал матрицы, видите, не писал матрицы. И здесь не пишу матрицы. Здесь вот я выписал матрицы для того, чтобы определить, что я явно увидел эту матрицу. Здесь не кишу. Вот, кулупсунное соотношение те же самые, вы можете убедиться, стартую вот отсюда. И, значит, я тагарда, означает, что, как говорите, матрицы, вот, матрицы представления, которые называются присоединенным. Обычно. Так вот, здесь ДМЮ имеет тот же ФИ. Это можно представлять ФИ как столбец. ФИ имеет, как то, А. ФИ имеет световой индекс, такой же как углеводного поля. Ну, можно представлять его столбцом. А ДМЮ, это точно так же, как мы столбцом представляли вот здесь. ФИ представляли столбцом, да? А ФИ представляли строкой, правильно? Тогда вот так писали вот так вот. ДМЮ, это матрица. Здесь то же самое можно написать. ДМЮ. Абсолютно в том же деле. Но только сверткой здесь будет АМЮ. АМЮ будет матрица, но только в присоединенном представлении. То есть будет сворачиваться не с ДМЮ, а с ТБ. Или, если в явном виде это можно написать, давайте напишем, я в виде это напишу, и будем переписывать, ДМЮ, и приедем. И как напишем? СЕВ. Аккини, а вот, СЕВ. А здесь здесь вот так. ДМЮ. Там что у нас? ДМЮ плюс... Плюс ИЖ, да? Плюс ИЖ на генератор. А это значит, еще. Плюс Ж, А, ну... Так. В общем-то я напрасно это и это напрасно. Ладно, можно сразу, друзья, не с утра написать. Написать бы так. Минус Ж, Ф, Ф, А, ДМЮ, ФС, АВ на ДМЮ, А, А, вот здесь А... Вина, демиум, дельта СВ, а здесь вот САВ... Вина, на фи С... Позон фи и Б. Вот так. Ну, видите, здесь стоит член СДМЮ – это просто генеечная манипция в цветовом пространстве, так же как и там, а член САНЮ – это уже манипция генератора руки в присоединённом доставлении. Всё. Да. Да. А И – это мимо и вниз не нужна? Нет, не нужна. Дело в том, что, вот смотрите, здесь, вы смотрите, вот здесь ИДМЮ, вот здесь ИДМЮ, понимаете? Здесь я набрал, да? И вы, вообще-то, должны меня за руки схватить, да? Ну, что такое? Я пишу «выпросили поле», да? И я пишу ДНЮ. Ну, ясно, что ДНЮ здесь должно стоить просто производство. Вот, я здесь И пропустил. Я же его нужно на минус И, только лучше ДНЮ – это есть ДНЮ плюс ИЖ на А. ДНЮ плюс ИЖ на А. Значит, ДНЮ плюс ИЖ на А. Ну, само на матрицу. На А матрице есть свёртка АМЮАСТА. Само ТСа нету ещё И. Вот оно и сократилось. ДНЮ плюс ИЖ на А. Ну, я правильно написал уже с учётом этой минус и единиц, если я нежели… Сейчас ещё соображу. Мы можем я на… ДНЮ плюс ИЖ на А. Я сейчас… ДНЮ плюс ИЖ на АМЮАСТА. ДНЮ плюс ИЖ на АМЮАСТА. А здесь свёртка вот такая. Переставить надо индексы. ДНЮ плюс ИЖ на АМЮАСТА. А здесь Б. Вот так. ДНЮ плюс ИЖ на АМЮАСТА. Да, правильно. Правильно. ДНЮ плюс ИЖ на АМЮАСТА. Ну, можно переставить. Я уже говорил всё равно, что АПФ – это абсолютно ассиметричный терзор. Да? Поэтому идувать дистанции – это изменение знака. Да. Поэтому можно, конечно, индексы переставлять. Но следить за знакомом меня к этому не надо. Ладно. Вот теперь написали такой латерджан. Да? Вот такой латерджан – уже всё. С ним можно работать. Уже можно писать правила Реймана. Всё уже есть для этого латерджан. Правда, я ещё не сказал следующее. Если разобрать, закрыть сколько-то. Не сказал ещё следующее, что… В принципе, как вы знаете. Есть и другой способ, да, в работе с такими калибровочками. Ну, скажу, в этом динамике мы говорили. Вот, можно внести измен, фиксирующий калибровку. А можно и по-другому было делать. Можно было исключить лишние степени свободы. Лишние. У нас были лишние степени свободы. Да, и фотоны у нас были пространственные. Вернее, бредные фотоны были и продольные фотоны. Вот они лишние. Их можно было исключить просто. Каким образом? Ну, просто, опять же, пользуясь калибровочной свободой, можно было зафиксировать калибровку и наложить наполнительные условия. Ну, в общем, можно было исключить эти фотоны. И здесь тоже можно было исключить. Наложить условия, скажем, дивергенция А равно другу. Один из способов, так называемых, кулоновских лицов. Значит, первое. У нас, вот поскольку у нас поле А, А-ноя, А, А-ноя, А, да? Оно все не содержится. Поэтому у него лодержан не входит в его производное по времени, да? Не входит в его производное по времени. Поэтому уравнение движения для этого поля, оно не настоящее уравнение движения. Это не настоящее уравнение движения в том смысле, что в него ускорение-то не входит. А входит только скорость и само это координация, и само это поле. То есть это можно рассматривать не как динамическое уравнение, а как уравнение связи. Вот воспользуемся уравнением связи. Исключим это А-ною, то есть А-ною выразим. А-ною с точкой выразим через через другие переменные, через другие поля. И еще наложим свойства через другие поля, то есть через поля как вектор. Это вот движная компонентная, а плюсом через поля с векторными компонентами. И наложим еще условия, что дивергенция А, это вот векторная часть полей А-ною. Дивергенция А-ною для всех цветов, конечно. Та же самая процедура, что в алетриднамике, ну конечно она сложнее, чем в алетриднамике. И опять же из-за того, что есть взаимодействие, самодействие в ледах. Но тем не менее это тоже можно сделать, то есть работать в такой калибровке, в которой есть только физические степени свободы. Только физические степени свободы. И можно делать без трюка Фадеева Попова. Без трюка Фадеева Попова и в общем-то люди так и делали, работали. Еще до этого самого появления этого трюка. Ну, другое дело, что это технически сложно, неудобно. Технически сложно, потому что теряется явная гавориатность. Должно работать с разными компонентами по-разному. В общем, это технически сложно. Ну, не знаю, как-то некрасиво. Поэтому, конечно, было желательно. Считайте, что большой шаг, безусловно, в техническом направлении. Безусловно, большой шаг в изменении вот такого духовых поля. Вели такие поля. И без забот можно работать в павлиантной теории. С любым, причем, вот этот… Видите, этот поляржан духовый, он, оказывается, не зависит от «кси», вот этот карибровочный параграф на беде. Он зависит от фон, вот этот, от того, что здесь стоит «деньюалью» в квадрате. Форма, конечно, важна для… Только при такой форме, такой у нас получается бедуховая часть «кси». Но от «кси» вентяна не зависит. В этом смысле у нас еще остается выбор свободы в карибровке. В последствии свободы выбора в карибровке в параметрах «кси». Как вы знаете, этот парадик определяет… Лабержан грионного поля, да? Вежлив мы напишем теперь «лабержан грионного поля». Написуем. Лабержан… Что? Пропаганта грионного поля. Сейчас. Пропаганта грионного поля определяет. Здесь… Теперь грибрионного поля мы должны писать уже… Значит, не только пропаганта. Ну, вообще грибрионного поля мы должны писать не только этот индекс, но и световой индекс, да? Б. Ну, ясно, что… И здесь, если не путь «к», то для этого пропагатора… В общем, та же самая ситуация, что в квадратной электродинамии. Вот так. Здесь появляется цвет Дельта Абэ. Почему Дельта Абэ? Сохранительный цвет. Ну, естественно, цвет сохраняется. Отсюда не выгибается. Но видно, что мы уже сами… Рад свободных полей. Это просто сумма по цветам. Раджан для одетых цветов. Поэтому цвет хорошо сохраняется. Здесь стоит Дельта Абэ. И это единственное отличие от электродинамии. Дельта Абэ. И дальше все стоит то же самое. То есть, стоит… Ну, ежели я, что… Лив, или лучше. Ведь… КК в квадрате, 4-х метров на К в квадрате, плюс 0. КК в квадрате. Ну, это не 0. Не фишка обычно. Эта фишка приводит тогда. Мы уже расслабили метровые диаграммы. И это не 0 определяет правила отхода. Ну, фишки просто ездить на К в квадрате. А здесь стоит минус… Ж веню плюс единицы минус зета. Так и похоже. Ну-ка, сейчас собираемся. Здесь стоит ККК. 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 КККК2. Правильно ли это стало или нет? В электродинами так было. Так. Что же мы знаем? Единицы минус единица на зета. Принцета равна единице мы должны получить фейманскую калипровку. Да? Принцета равна единице. Почему Принцета равна единице мы должны получить фейманскую калипровку? То есть, просто Ж меню. Потому что… Вот видите, вот это Ж меню. Опять, без свободных порядок. Берем квадрат. Здесь есть квадрат этого члена, квадрат этого члена, да? Да. И они хороши в том смысле, что они представляют из себя… Они такие же, как для отдельных полей, да? А вот есть смешное произведение. Смешное произведение. Оно, так сказать, нарушает… Вот если бы просто взяли квадраты этих, мы получили бы просто сумму лагрюжанов. Ну не только сумму, кавариантную сумму лагрюжанов для каждой из компонентов. А то вот еще… И, конечно, тогда бы… И, конечно, тогда бы… Если бы кавариантная сумма лагрюжанов для каждой из компонентов, тогда, конечно, было бы… То есть, они бы… Разные компоненты, которые с другом не взаимодействовали, конечно, было бы только Ж меню. Да? Вот же ничего. А вот перекрестный член, он все портит. Он, кстати, и ведет к невозможности экономического колдования. Если бы перекрестного члена не было, то и возможно было экономического колдования. Так вот, перекрестный член сокращается. Принцерт на равные единицы. Он просто сокращается вот этим членом. Правда. Предварительно перебросит. Какой вы имеете здесь перекрестный член? Смотрите. То есть минус 1 и 4, да? Потом, с учетом этого минуса. Да? И минус 1 и 4. И из того, что когда берем квадрат, у нас получается удвоенное произведение перекрестного члена. Получаем 1 и 2 с плюсом. Д, мю, а, мю, а. Д, мю, а, мю, а. Правильно? Вот так точно не получается. Но вы знаете, что можно... Здесь д, мю, а, мю. Д, мю, а, мю. Д, мю, а, мю. Сейчас знаю. Д, мю, а, мю. Д, мю, а, мю. Вот, д, мю, а, мю. Ну, вырезание, как вы знаете, можно в действии. А раз, в конце концов, в действии. Мы пишем все-таки действие. То есть интеграл под и 4х, вот, вот вырезанно. Можно перебраться в производную. И как раз получим, или просто два раза. Знаг при этом не меняется. И получим как раз вот этот член. Зето равно не венец. И с другим станом. Зето равно не венец. Первый член, вестирующий колекопус, обращает перекрестный член на меню в квадрате. И, значит, должна выполняться точно вот эта вот. Зето равно не венец. Оставаться только не венец и венец. Вы должны это понимать. Не чувствую. Не проявили бы понимание. Александр Алексеевич. Понятно. Понятно. Ну, ладно. Ну, а при зето равно к нулю? При зето равно к нулю, да? А что означает зето равно к нулю? Этот член? Если зето равно нулю. Ну, то есть единица 0 – это бесконечность. Это значит, что вот этот член, а вот этот, должно выполняться… Это все равно, чтобы дельта функцию вставили под демионе. То есть, должны выполняться условия поперечных. Пропагатор должен быть поперечный. Проверяйте поперечный пропагатор. При зето равно нулю. Ну, конечно, если умножим его на к нулю, то получаем ноль, да? Поперечный пропагатор. Так. Вот. Что еще я не сказал? Говоря о духах. Что еще я не сказал? Я не сказал, что когда… Вот духи, я бы сказал, что это не физические. И физические поля, и физические. И введены они, это искусственные поля, потому что они называются поэтому духами. И введены они были только для сокращения лишних… Чтобы обеспечить полное сокращение вкладов нефизических глионов, то есть глионов с продольными и введенными полиаминациями, в абсолютных физических процессов. Вот. То есть, мы должны их рассматривать только в перьях. Да? В перьях. И при этом, еще вот одно такое замечательное обстоятельство, что они, так сказать, квантуются они, эти духи. Вот они… У них целый спин, а квантуются они как фермионы, да? Что… А в чем проявляется то, что они квантуют? Антикоммутары. А? Антикоммутары. Правило Фейнмана. Что… Как это сказывается, то, что они квантуются как фермионы? На каждую петлю минус единица. Вот как это сказывается. На каждую петлю буквально надо ставить множество минус единица. Так. Скажите, вот Фейнмана – это, в принципе, скалярное поле? Оно скалярное, да, оно со цветом. Видите? А скалярное поле. У них… Ну, то есть… У них спинной, спинной видимо. Скалярное поле. Скалярное поле. То есть, у него квантуют как скалярное, а функциональное соотношение – это фермина. В принципе, нам даже, поскольку он был введен в функциональный интеграл, нам не важно, на самом деле, правило плантования для него. Нам только важно, что… Я еще раз повторяю. Он введен для сокращения физических в каких-то состояниях. Не вначальных и в конечных состояниях он не появляется. Это поле не появляется. Оно появляется только в происшедших состояниях. И опять, значит, появляется, да. И на каждую… И то, что это… Не… Вот это вот… Квантование. То, что это поле компульс как фермионное поле. Проявляется только в том, что на каждую петелью ставится множество метро-сигнимес. Все. Все. Да. Ну, ладно. Дальше что? Ну, все вроде бы. Написали вот, Ракшан, вместе с Духами. Все. Надо теперь писать правила Фейнмана. Что делать? Правила Фейнмана. Писать. Вот одно правило я уже написал. Да? Что касается пропагатора Кварта, то, конечно, для пропагатора Кварта, если мы напишем здесь симпульс П, для пропагатора Кварта, то для него, значит… Ну, в принципе, можно писать… У Кварта тоже цвет. Можно писать в явном виде цвет. Здесь, по-моему, я уже в явном виде цвет написали, да? Но здесь мы писали в явном виде и Лоренцовский индекс. У Кварта, как вы помните, Лоренцовский индекс обычно не пишутся. А можно и цвет не писать. Но иногда цвет пишут. Вот я цвет написал. Ну, понятно, по цвету это будет… Это… Это… Альфрабетка… Альфрабетка… А здесь будет стоять… Здесь будет стоять… С в пятых… Минус М… Это масса квадратных. Дальше я буду… Не буду уже писать флейверы. Буду считать, что у меня один флейвер есть. Поскольку все флейверы одинаково взаимодействуют. Не имеет смысла указывать флейвер. И вот… Буду писать… Там только у меня один флейвер. Указываю здесь МЛИП. И чему это? Флешка будет плюс М, правда. Да? Опять же… Вот это флешка… Здесь стоит… Так… Линит на П в квадрате… Минус М квадрат. Опять… Плюс и ноль. Опять я не шум плюс и ноль. Но вот НИТ здесь, конечно, надо написать. И… Здесь И… Надо написать… Да… Это обычный скалявный пропагатор. А здесь это вот произошло из-за того… Из-за того, что есть спиновые волновые функции у квадрата. Вот они нам дают. П плюс М. Эти спиновые волновые функции. А здесь тоже вот обычный… Это обычный скалявный пропагатор. А здесь вот минус и ноль. Только из-за спиновых волновых функций. Здесь в спиновые волновые функции есть лектор поляризации, Которые… Которые… Ну… Духовый пропагатор. Ну… И он, конечно… У него только… А и В только… Скалявные частицы… Да? То есть… Цветовые репешки… А и В, поскольку это скалявные частицы… И, конечно… Это есть… Дельта В… Дельта В… И И… Делить… Из-за того, что это уже… И… Делить… Из-за того, что это уже… И… Делить на таблиц. Ну… Только так можно не спечь согласения… Лишних вкладок. Все пропагаторы есть. Теперь… Надо написать… Вершины… Вершины… И что же… Тогда придется… Что-то стирать… Да? В вашем праве. Да? Вот эти индексы… А, они были не в восемь пропагатор? Восемь… Восемь… Вопросы… Вот эти… Вот эти… А они восьмит那.. Восемь.. Потому что восемь… Мл Projekt. А вот эти… Ай в Hoph.. Три. Да? Да? У каждого кларка три цвета, А у каждого кллеона 8 чертов… Кларка… Фундаментальное представление… Да? Фундаментальное… Кларка представление три, да? А плiones представление три. А клёно представление три.. Мы обсуждали, что является 8 плюс 1. Есть тенглет, который мы выбросили. Мы не включили его в взаимодействие, потому что у нас группа унитазная и универсулярная. Черепет мы выбросили. Остался вот объект. Объект глиотных полей. Глиотных полей 8 или, вообще говоря, nc квадрат минус 1. И столько же, повторяю, по числу цветов, столько же двуховых полей. Вот и двуховых полей. Дальше. Наверное, можно все это уже выбросить и туда пойдем. Все равно. Все равно. Дальше. Надо писать вершины взаимодействия. Ну и, в принципе, вы сами можете их написать. Да? Я уверен. Я уверен, что можете. Вы можете мне подсказывать. Какая простейшая вещь? Ну, конечно, глионная поля. Глионная поля, между прочим, изображает так же, как электромагнитные. Вот так вот, в такой линии. Ну, а что? Пока у нас мы работали только с глионными и не наследственно электромагнитных полей. Поверьте, сейчас их не рассматриваю. Конечно, трудное дело. Вот такая есть вершина взаимодействия. Мы должны, конечно, написать... Что здесь нужно написать? Здесь можно написать глион и ант в глионном поле. У квартского поля можно писать, значит, опять же, индексы. Какие индексы? Цветовые индексы, которые проявляют значение от 1 до 3. И какие еще индексы? Ну, Лоренцовский индекс. То, что это четырехмерность и нор. Волновая функция квартка. Четырехмерность и нор. Вот здесь Лоренцовские индексы указывают и цветовые указывают. А у кварков принято не указывать ни те, ни другие, а подразумевать. Когда мы пишем матричное индексы, то мы начинаем выписывать с конца стрелки, с конца вот этой линии, там, где линия кончается, и идти против линии, выписывать все удовольствия. Это тоже правило, что мы не знаем. Так это чему-то ультравно? Этот элемент диаграммы. Что сопоставляется этому элементу диаграммы? Минус Е к нам, 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 Е к нам. Что здесь добавляется? Дельта. Ну какое это? Да не дельта, а ц, а. Вот он индекс а. Зачем я его написал? Если справа есть индекс, то слева тоже должен быть индекс. Да? А почему? Откуда этого я знаю? Ну потому что вот у нас взаимодействие. Так вот он, посмотрите, видите, стоит. Стоит здесь. Вот здесь стоит. Минус Ж амю а, амю а, амю. Минус Ж амю а, т а. Вот т а стоит. Здесь, когда если д мю сверну с гамма мю, будет стоять. Амю мин будет стоять минус Ж амю а, т а, и гамма мю. Правильно? Вот что стоит. Все. Ну вот это у меня ушло на оператор. Это у меня, когда я пишу маличные элементы, я подозреваю, что я вот этот, вот этот член взаимодействия. Верун я тут в состоянии, в начале у меня было состояние такое квартет, в конце такое, и хрион, но я не знаю, могу его в начальном, в конечном состоянии все равно написать. Вот миру этот материчный элемент. Этот ушел на состояние, вернее, в материчный элемент, я еще раз повторяю, в этот миру материчный элемент когда, то состояние, в котором у нас содержит окрест оператор рождения и уничтожения. Вот этот ушел на свертку с операторами рождения и уничтожения, то есть так, что мы все здесь ушли, ушли на эти свертки. Вот у меня, кто осталось здесь, это, откуда минус, почему минус своих? И откуда минус своих? Откуда минус своих? Из экспонента. Правильно, из экспонента у нас, мы же берем два экстремента из патрицы, да? А из патрицы S, этот S, оператор S, это равно nsq3, и интеграл nsqx, такой, который мы здесь написали, да? Вот оно и. Все. Ладно. Дальше. Ну, я еще раз говорю, что это то же самое, что вы не понимали. Вы можете, конечно, уметь выводить эти правила, а можете просто вспоминать. Конечно, желательно, чтобы вы умели выводить эти правила, но это же нереально. Ну. Нереально. Правда? Не все. Не все умеют это сделать. Ну, ладно. Ага, я хочу, чтобы вы научились. Так вот. Теперь. Вот начали с этого матерского элемента. Это матерского элемента. Значит, с такой диаграммой. А теперь у нас есть, скажем, диаграмма. Вот такая диаграмма. Трехплеонная диаграмма. Да? Диаграмма трехплеонного взаимодействия. Вот она. Но что касается взаимодействия кладка, то все, у него больше нет же никаких членов. Больше ничего нет для взаимодействия. А что касается глиозов, то я сказал, что здесь есть, и вот, когда мы имеем G в квадрате возводим, то здесь есть член просто А, потом есть член G на двойное А. То есть в квадрате возводим, получается член порядка G и G в квадрате. Вот. G, G, конечно, это член порядка G. Это вот такая диаграмма. Да. Но здесь мы должны уже, так сказать, определиться. Написари стать MuAr. 3. QeA. Зо. Ф. Это индексы. Какие индексы? Лоренцевские индексы. Ну, если мы будем, скажем, вычислять элементы из матрицы, мы же только внутренность, это вершина просто, а потом эта вершина, мы должны будем эту вершину сворачивать с чем? С, скажем, с векторами поляризации. Вот, поэтому мы будем умножать на вектор поляризации еды для этой частицы, ну, и, соответственно, по этой цифру для этой вектора поляризации. А также, теперь, кроме поляризации, то есть, у блюонов есть, так же, как у фотонов, есть поляризационное состояние. Но есть еще, есть поляризация в обычном пространстве, но у них есть еще поляризация в цветовом пространстве, потому что у них же цвета разные. Есть поляризация в цветовом пространстве, тоже можно ввести вектор поляризации в цветовом пространстве. И по этим индексам сворачивается все векторами полензаций цветового образца. Но кроме этого есть еще что? Есть импульсы, наверное, у глионов, как у фотонов. И надо здесь на диаграмме обоснать импульсы. Ну давайте для симметрии ведем P импульсы. Пусть они все будут входящиеся. А здесь будет PQR. Вот мы полностью охарактеризовали состояние входящих в леонов. Ну и что же мы можем написать? Для этой диаграммы. Конечно можно раскрыть вот этот же меню в квадрате. Написать там вот этот склер линейный по G. И поставить его в матричный элемент. Вычислить его матричный элемент между состояниями вот трехклеоновыми состояний. Ну или матричный элемент. Вот трехклеонное состояние. А здесь вакуум. Вот такой матричный элемент. Вычислить и получим то, что отвечает этой диаграмме. Но это можно сделать. И при таком хорошем навыке это даже займет не более полчаса. Но я хочу, чтобы вы научились писать гораздо быстрее этот матричный элемент. А гораздо быстрее как можно написать? Гораздо быстрее можно так написать. Вы знаете, вот если бы были здесь, вот здесь вот, были бы не скалярные частицы. Вернее, не спинтер был здесь, а был бы здесь скалярный. Вот здесь были бы скалярные частицы, да? Но тогда вершина, как вы знаете, зависела бы от импучек скалярных частиц. Когда бы поставить импульсы, например, P их можно поставить на импульсы, да? И как бы вершина была выведена? Как бы выглядела? Она бы выглядела так. Минус EG, да? На TA, то есть там на TA, да? А здесь, как бы, что? P плюс Q. Правильно. Так была, так бы вершина выглядела. Есть в сюжете? А если бы эти скалярные частицы преобразовывались не по фундаментальному представлению, а по присоединённому, как бы вершина выглядела? Это вот TA матрицы фундаментального представления. А если бы было присоединённое, что тогда было бы? Т большое. Т большое А, которое есть TA, это если нет, TA, как я уже написал, TA, TA, ВС, это есть минус B, это ВС. Тогда мы должны были бы ещё написать индексы, правильно? Какие бы должны быть? Q и T. Вот так. TA, а здесь было бы ВС. Если бы здесь было бы В, индекс АС был бы индекс С. Вот так был бы В. Выглядел матрицы ставили на TA. Минус ИЖ, да. ВС. Почему я индексы вот так проставил? ВС. Я же перестаню, то будет по-другому жить, правильно? Да? Знак не сменится. Почему я так написал индексы? А в соответствии с этим я написал индексы. Почему в соответствии с этим? А потому, что здесь я буду умножать на вот этот матричный элемент, на волновые функции. То я должен взять сначала вот эту волновую функцию. Вот эта волновая функция будет здесь стоять, правильно? Здесь волновая функция стоит. Ну, кстати, здесь я так же написал. Вот если бы я в индексах, здесь поставил индекс, здесь пусть не ВС, а ВТ и Гамма. То есть здесь в углу ВТА как раз ВТ и Гамма. Я вот так и написал. Так и написал. А теперь еще один шажочек. А если теперь у нас эти частицы не скалярные, а векторные, что тогда будет? А? Векторные и у них нет никаких там магнитных поментов, ничего нет. Что тогда будет? Все-таки по поляризации векторного векру. Тогда мы должны написать здесь еще индексы во-первых. Сказать, какие у меня вверх индексы были? Количество на индексы. Какие? Да? Вы должны написать здесь, скажем, РО. А здесь ВТА. РО или ВТА. А? ВТА. А? Не РО. Поляризационный индекс. МЮ. Здесь написать НЮ. А здесь РО. Так, вот так. Поляризационный индекс. МЮ. ВТА. Это ВТА. Это ВТА. А теперь это тоже ВТА. 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 Ну, его должны написать. И что иногда здесь появится? Появится минус ЖНЮРО. Вот что появится здесь. Минус ЖНЮРО. Ну, а почему она появится? Ну, если считаем, что вот частицы, опять же можно сказать, а давайте посмотрим в таком, в пределе, в низкотеке. Медического. И умножим на вектор поляризации, да? То это на вектор поляризации, то это вершина. На вектор поляризации, это частицы, это чистоты. Эта вершина должна отдавать то же самое, что скалярная частица, то же самое, что вот это. То же самое, что для этой частицей, для сквейного частиц, потому что близко наミュтическую трудель, я от сквейного не должна дали есть ничего. Так вот, я же не умножен, свернём вот этот минус Gνr с векторальной полиализацией Eν для этих частиц и Eν для этих частиц, ну, одна из них сопряжённая, то мы получим единицу, потому что условия нормировки для метров полиализации Eν, E сопряжён на это, ну, я не знаю, ν на минус Gν, РОН на E, РОН, это должно быть равное единице, вот условия нормировки для метров полиализации, почему минус здесь стоит, ну, потому что, давайте рассмотрим систему покоя, у них есть только нулевая компонента, у них равна нулю, есть же пространственные компоненты, вот поэтому минус стоит, вот так вот мы получили, вот мы получили, что должно стоять, да, что должно стоять для частиц, если у нас вершина такая, что у нас здесь вот этот потон или этот глюон взаимодействует с вот этими частицами, с векторными, эти частицы считаются векторными, да, и присеплённым представлениями, но здесь вот это самое и стоит, в этой вершине, это самое и стоит, но только, только с тем условием, что на самом деле мы здесь, вот здесь у нас был, только эту частицу мы рассматривали как носитель взаимодействия, да, носитель взаимодействия была эта частица, Вот мы стартовали с переносчиком взаимодействия. Вот только эта частица. Вот мы с чего стартовали. А здесь с переносчиком взаимодействия любое из этих плеонов может быть переносчиком взаимодействия. Значит, для каждого из них мы не должны нарисовать. То есть, получим минусы g. Ну, минусы g можно вытащить. Общие. А здесь? Ну, давайте напишем. Минус g. Вот это вот, где у нас? nu rho. Вот эту частицу мы считаем переносчиком взаимодействия, а эта частица взаимодействия еще. минус g. nu rho, да? А здесь стоит dA, да? dA какое? Ну, опять, dA, здесь стоит vC, да? vC. А здесь стоит, теперь, что у нас стоит? Сумма импульсов. И с индексом nu. Сумма импульсов. r, но только здесь не сумма. Видите, я один импульс-то сменил знак у одного импульса, да? Будет стоять, значит, разность. r минус q. r минус q, mu. r минус q, mu. r минус q, mu. Все. Но остальные можно написать уже просто из какого свойства? Из свойства того, что все три клеона, они у нас симметричные, потому что все они три клеона. Поэтому сразу все можно и написать. Написать здесь вот так написать. минус ж, ж, mu rho. То есть что мы сделали? Мы заменили, значит, что мы сделали? mu rho. Rho оставили? То есть заменили глюводы этот и этот. mu rho. Здесь когда tb стоит. mu rho tb. А здесь tb. А здесь индексы. Аc. Аc. А здесь ас. А здесь стоит. А здесь кто стоит. А здесь кто стоит. А давайте Т. Оно ясно, что будет? Что это такое? Это минусы ФАВЦ. Правильно? Минусы ФАВЦ. Давайте я вам дядь и напишу. Минусы на минусы. Это что такое будет? Минус единицы, да? Напишу. Минус Ф... А, минус Ж. Минус Ж. Ф. АВЦ. АВЦ. И вот эту вот. Эту берем. А дальше пишут, опять же, замена одного глиона на другой. Но только учитывая, что при каждой замене это Ф меняется знак. Значит, здесь по цветам здесь антисинитрия есть. Значит, надо по этим индексам тоже... По уменьшинским индексам и по индексам тоже антисинитризовать. Значит, ну я тогда вот так напишу. Это еще и вытащу, напишу плюс. И когда напишу плюс, Ж, Н, Н, Р, Н, Р, ну напишу Ж, Н, Р, и тогда что будет? Что я изменил? Что я изменил? Мю на ню изменил, да? Мю на ню изменил. Это значит, изменил Ку на П. Значит, будет Сель, Ку на П. Значит, будет Сель, П минус Р. П минус Р. Ню. И плюс. Ж. Ню. Что еще у меня есть? Мю на ню. Ж. Ню. Ку на ню. А здесь стоит тогда, тогда, то и у меня есть, стоит Ку минус Р, Ку минус Р, Ку минус Р и Р. Вот. Все. Все, что есть. Понятно? Так вот пишется вершина взаимодействия. Вершина трехприемного взаимодействия. Ну и это самая важная, на самом деле, вершина В. Рома и Динария. Самая важная вершина. Вот. Это я пока вставлю вот С, а это я пока сотру. Теперь, конечно, для полноты картины, конечно, надо написать и четырехприонную вершину. Четырехприонную вершину, которая есть... С одной стороны, она не сложнее, но более проще, чем более проще. Ну, потому что, вот, здесь видите, она зависит от... от импульсов. А эта вершина, как вы понимаете, от импульсов уже не будет зависеть. Потому что, смотрите, что такое. Она получается, когда мы второй член, где-то у нас же ню, второй член в квадрат возгоним. А второй член, ну, первые два члена были дэ мю а ню и минус дэ мю а ню. А второй член просто никаких производств не содержал, поэтому без импульсов не появилось. Поэтому просто довольно написать эту вершину это будет, ну, не очень сложно написать эту вершину. Так... Так... Так что надо рассказать сначала... Цветовые и лодицевские интенсы. Мю а ню б... Дальше... Ну, ну, что у нас тоже? Ро ц... А, б, ц, д... Ну, ну, ро дельта... Дельта... Ну, ну, дельта... А, б, ц, д... Вот. Вот такие индексы доставим. И что там будет? Вот будет, конечно... Что будет? Значит, в квадрате будет G в квадрате. Потом будет вот этот минус и G. Значит, будет равно минус и... Минус и это от того, что у нас косматичный элемент. Минус это вот тот минус. Ш в квадрате это от квадрата, да? А дальше будет стоять следующее. Ну, так же будут у нас порядочные члены. Будет, смотрите, будет стоять F, A, скажем, B, F, C, D, F. Здесь швёртка по ней. Значит, откуда швёртка взялась? Ну, потому что у нас такой квадрат какой у нас был? Что у нас было? F, A, B, F, A, B, C, A, μ, A, A, μ, B, да? Вот такое. Член был в А, μ, в G, μ, A, G, μ, C. Был вот такой член. И надо G, μ, C в квадрате возводить. То есть, как вы можете всё нам F, A, B, а здесь я напишу... Лучше здесь I на этот фильм я напишу. А здесь мне нужно C, 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 и опять то же самое I. Вот по F, B, F, C в квадрате. А здесь, конечно, A, C. Вот свёртка по μ есть, A, C, μ и A, B, μ. Вот такой член у нас есть в окружающем. Такой член у нас есть в окружающем. Правильно? Такой член у нас есть? Да. И он есть с коэффициентом минус G квадрат делить на 4. Правильно? Вот это одна четвёртка у нас есть. Минус есть, G квадрат есть, всё. Вот это 4, минус G квадрат здесь написал, И это от действия, от того, что есть в степени I написание написание. И дальше вот эти члены. А, B, A, B, I, C, D, I написал правильно. И теперь у меня здесь умножаются на что? А, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Хорошо? А теперь я должен ещё написать G, μ , G, C, C. Как я это написал? Это я написал, подразумевая. День, давайте я лучше... ЖЕ-НЮ... ЖЕ-НЮ-РО, потом так, ЖЕ-НЮ-РО. Всё. Это я написал. Вообще-то говоря, я должен был, что сделать? Вот эти индексы, да? Эти индексы. Здесь, это же не мои индексы. Не мои. Я им нужно написать, как не мои, чтобы они не совпадали с этим индексом. Но я уже написал в таком виде, что я, вроде бы... Понятно, что индексы вот этих f, да? Они определяются индексами а. Здесь связано жёстко с индексами а. Я написал так, чтобы вот этот а, это а, это пошло... От этого а был взят матричный элемент вот с этим брионом, да? Поэтому у них были индексы ню и ню. Вот эти индексы ню и ню. Они свернулись вот этими индексами вот от этих бриотов. Вот я и написал вот это что. А все остальные опять, как я должен писать? Все остальные я должен по симметрии написать. Могу написать по симметрии. Я могу теперь переставить брионы. Вот этот цепик, да? Переставить. Переставить... Это значит, что я переставить должен дельта и ро. Дельта и ро. Но если я переставлю дельта и ро, я одновременный лоск. Симметрия должна быть по цвету. Здесь это полная симметрия. А по цвету у меня уже есть антисимметрия по C и D. Только переставлю вот этих дельтонов у меня есть антисимметрия. Здесь я тоже должен антисимметрия. Поэтому я должен написать минус... G, N, R, G, N, D. Все. Вот я написал. Как это можно говорить? Я как будто работал... Вот разорвался. Смотрите. Вот эту биограмму я так вроде бы написал. По цвету во всяком случае. Вот у меня... Это была светка F, да? Вот свет у меня прошел в этом канале. Видите? АВ перешло в И, а И перешло в СД. Свет в этом канале прошел, да? И вот от прохождения света в этом канале я получил такой вклад в определение этой диаграммы. Ну, а я могу свет теперь пустить еще в двух других каналах, правильно? И вот поэтому я могу могу написать... Должен написать. ... Ещё? Ещё... Ещё ещё? Ещё три вклада. Плюс... Написать конечно... С, скажем, С и Т, Ф, А, С и Т, Ф, В, С и Т, Д, Ч. Как у меня получается из этого? Я заменяю глюон этот, да вот этот глюон. Вот я заменил цвета, цвета, В на С заменил, и В на С заменил. И точно так же я решил заменить здесь лорицевские индексы. То есть надо заменить ню на го, ню на го. И здесь получается Ж, опять ню дельта пойдет с тем же знаком. А дальше ню на го минус Ж, ню ню, и… Ж, ню ню, про синь, про дельта, про дельта. И плюс еще, еще один шлем, который будет ДФ, А. АВ, АД, напишу, АД, АД, Д, 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 Д. То есть я заменил глюоны А, АД, С, Б и Д заменил глюоны. То есть Б и Д поменяла из стали на Б и Д. Значит, в цветах я уже написал эти изменения. Теперь я должен написать это изменение в лорицевские индексы. Ню на дельте сменить. Ню на дельте сменить. Получаю, когда Ж на ню, да? Ню на дельта, да? Ню на дельта, да? Ню на дельта, да? Ню на дельт, да? Если вам придется пользоваться этим пророзом, то крайне редко. Но для фонданты картины я обязан только писать вам. Но я еще не написал вражения для... Для чего я еще не написал вражения? Для духов? Ну а что для духов? Не совсем просто. Вот оно. И писать как-то неудобно. Что тут писать-то? Духовая вершина. Ну там, например, изобразим. Вот пошел Дух. И это будет значить... Конечно, я должен написать здесь ню и а, индексы. А здесь я должен написать только С и Б. И это есть... Значит... Е, С и Б. Ф, С, А, В. С, А, В. И... что? Вот это вот стоит у меня ДМУ. Что это ДМУ? Это импульс. Импульс С. ДМУ. Здесь я должен написать... ДМУ. Здесь я должен написать... ДМУ. Здесь стоит... ПНМУ. Но только с И... С И она стоит. С И она стоит, да? Потому что с ДМУ дает на И на И. ПНМУ. Поэтому... Вот все стоит. Г на ФЦВ. А поэтому... Да. Пунктирное линия, да? А, вот эти пунктирные линии для Духа... Конечно, пунктирные. Конечно, пунктирные. Конечно, пунктирные. Конечно... У нас здесь нет Духа, что ли, это? Да. Глазанты, это, насколько я понимаю, безразлично. Видите, у нас входит здесь... И симметрично здесь выписан свет. Видите, здесь ходит только производная линия, и только сюда. Да? А вот. Ну, по-моему, это вообще безразлично. Да. Ладно. Ну, что еще? Ух! Правила я вам дам. Прибьемся немножко. Да? А потом продолжим еще тоже немножко. Как понять сейчас? Чтобы уж завершить. Рассмотрим еще основные процессы. В чем отличие от пантового электродинамия? В основных процессах пантового электродинамия. Да и все. Ладно? Хорошо. Есть такое слово странное. А почему странное? И здесь, казалось бы, такое состояние не может быть. А почему не может быть? Как раз, наоборот, вполне бы, казалось бы, естественно, что есть состоятельности, состоящие из-за них. А почему нет? Кварт-антиквартовое состояние есть. Да? Да. А почему нет состояния? Глюоны же, они в том же взаимодействии. А вы теперь говорили про их в курсе. Я практически ничего не буду говорить. Поскольку таких поисков глюболов, они ведутся, я не знаю, как только на кромодинахии появилось, как глюболов и начали искать, понимаете? Ну, нормально. Но до сих пор ищут. И таких явных кандидатов на глюболы. Понимаете? Глюболы называются... Ну, во-первых, глюбол это состояние, состоящее только из глюона. Да? Да. Ну, а почему такие состояния вообще возможны? Почему там нет примесей хванков? Нет. Ну, вот, я не знаю. И это, понимаете, то, что они не содержат кварток, но главное это ограничение на их моды распада, понимаете? Они должны распадаться. Любого... Ясно, что они не стационарные, да? Это есть некие резонансы, которые... Нестабильные частицы, которые должны как-то распадаться. Распадаться они должны по-другому, чем обычные частицы, скажем, чем Робизон. Они должны по-другому распадаться. Ну, потому что в Робизоне есть просто жилье в кварке. Жилье в кварке. Они... Есть кварк-антикварк. Они там хотят убежать, но не могут. Потому что есть конфайминг, который, опять же... Только такое магическое заклинание конфайминг, да? Как он устроен, не очень понятно. Но вот они хотят убежать, натыкаются на стенку конфайминта. И при этом рождается еще парочка кварков-антикварков. По одиночке они не могли убежать, но они подхватывают порождающуюся кварков-антикварков и убегают, да? Вот такая картинка, такая качественная. Тоже картинка. Даже не качественная, я не знаю, как это назвать. Картинка распада. Можно. Диаграммы соответствующие рисуются. Вот. А глюболовы совсем по-другому должны распадаться. Там же нет кварков. Подхватывается. Нужно рождать дополнительные кварки. Поэтому другие вероятности распадов... Отличие должно быть существенное в их распадах, в их рождении глюболов. На этом, в отличие, основаны поиски. Но есть еще другое. Есть, конечно, хромодинамика на решетке. И там можно просто искать связанные состояния из одних... Ну, в каких-то корреляторах, в паренных блюлевых полей, в паренных блюлевых полей можно искать в виде там... Это связанные состояния из одних плечей. Воды не распадят. Это должны быть полюса какие-то. Они должны как-то проявляться. По-разному можно искать. Их тоже ищут. И более того, находят. Ну, находят... А на эксперименте как-то не очень находят. Понимаете? Вот такая проблема. То есть на решетках есть какие-то предполагательные, да? Да. Есть кандидаты в любое на решетках. Но эксперимент, ну, точность вычисления решеточных, она ведь не очень высока все-таки. Как-то решетки... С решетками больше, там, десяти... С решетками размером больше, чем десять фундаментальных длин в каждом из направлений. В общем-то, современные мощности еще не позволяют работать. Поэтому и точность... Ну, может быть... Если бы у нас был абсолютно мощный компьютер, то вот этот квантов кромодинамик можно было бы просчитать... Ну, знаете, если бы у нас... Господь Бог, он, наверное, все знает и без расчета. В принципе, да. В принципе, да. Есть кромодинамик на решетке. И... Считаетесь. Все получится. То есть... Я начал просто... Любовь должен состоять из глиона-антимлиона, и там должно быть как-то... А какие еще... Что значит глион-антимлиона? Анти... Ну, можно... Я не знаю, что такое... Значит... Как видно туда... В него... Вот этот вот... Синкерсом А при... Зарядном сопряжении, он не переходит в какой-то другой с тем же индексом А, а в какую-то суперпозицию. Ну, можно говорить о глионе. Есть... Есть бесцветное состояние двух глионов. Вот что такое глион. Бесцветное состояние двух глионов. Да? Ну... Да. Ну... Ну, ладно. На самом деле... Про глионы я ничего интересного сказать не могу. Поэтому вернемся к нашим баранам. Да? Теория возмущения, которую мы сформулировали. Правила глиограммной техники сформулировали. Ну, что? Остается считать. Но... Какие-то... Важные свойства... Важные свойства... Понять можно и без расчета. Расчеты, конечно... Видите, они посложнее... Чем расчеты в квантовой электродинамики. Из-за наличия новых вершин. И из-за наличия цвета. Понимаете? Есть еще... Когда даже мы в квантовой электродинамики считали, да? Мы говорили, что вот у частиц есть поляризации. Это именно, вообще-то... Амплитуда и зависит... Амплитуда процесса зависит от того, какие поляризации в начальных частицах, а какие в конечных. Амплитуда зависит. И сечения, естественно, зависят. И для того, чтобы рассматривать сечение с поляризациями частиц, мы должны говорить о поляризационной матерце плотности. И, в общем, вычисление становится гораздо сложнее, чем в том случае, когда мы рассматривали сечение с... Для неполяризованных частиц, как бы, суммировали по поляризациям коричневых частиц. Усредняем по начальному. И практически только с такими сечениями мы и работали, да? А здесь еще дополнительно появляется еще одна степень свободы. Ну, тоже поляризация, но еще в цветовом пространстве. Ну, опять... Ну, здесь можно сказать, что... И сам Бог хотел рассматривать только неполяризованные процессы. Процессы с неполяризованными в цветовом пространстве частицами. Потому что они не вылетают, и их, в каком-то смысле, их поляризация в цветовом пространстве, она... Как-то ее рассматривать не очень осмысленно. Вылетают только бесцветные альгенты. Поэтому здесь тоже... Опять, можно рассматривать бы сечение процессов с определенными малиризациями цветового пространства. Но мы этого вовсе не будем делать. А мы на самом деле только сечение для неполизованных частиц. Вот. Ну, даже и для неполизованных частиц, когда мы будем рассматривать сечение, то все равно будут дополнительные сложности, связанные со светом. Потому что в цветовые матрицы-то входят, вот они, матричные элементы. Поэтому надо как-то научиться работать с цветовыми матрицами. Ну, вот. Я не даром вам написал здесь, вот спираю сейчас его, соотношение полноты для матриц-либераторов в фундаментальном представлении. Вместе с единичной маленькой целью. И эти соотношения полноты, а также консольные соотношения, соотношения для шпуров, пульсианта, которые не будут. Они позволяют получить ряд других полезных соотношений, полезных соотношений для матриц генераторов. И фундаментальных, и предсоединенных представлений. Такие, скажем, ну вот, ТА, ТА. Что это такое? Это написано, я уже, по-моему, говорил, что это есть оператор Казимира для фундаментального представления. Его обозначает, то, что он оператор Казимира, означает, что эта матрица, она просто единичная матрица с неким коэффициентом. То есть цель называется ЦФ. Ее драйвит ЦФ. ЦФ, по крайней миссии, назвали ЦФ. Да. А вот матрица ТЭЛДА из международных соотношений на предстоянии, на консоль. Это тоже этот оператор Казимира. Но его, он имеет, здесь и не пишу единичной матрицей. Здесь и здесь. Тоже оператор Казимира. Но он равен ЦФ на единичную матрицу. И этот соотношение, это есть просто НС. Ну, вот это соотношение легко можно получить с помощью соотношений полноты. Но для этого надо воспользоваться тем, что, что такое ТЭАН. ТЭАН. Это матрица ТЭАН. Это как мы уже говорили. ТЭА – это матрица с фондрициальной миссии. Дилетрина Казимира. Это есть И минус линии. ЦФ АВЦ. АВЦ. Да? АВЦ. Мы уже говорили, да? А поэтому АВЦ как определяется? АВЦ определяется через коммутатор. ФАВС. Коммутатор. ТАТВ. Коммутатор. ТАТВ. Коммутатор равно И на ФАВС на СЦ. Ну, взяли, умножили на ТЦ' и взяли шпур. И воспользовались тем, что шпур ТЦТЦ' это есть одна вторая ДТЦЦ' и получили, что ИФАВС это есть Есть шпур. Одна вторая. Нет, одна вторая. Два. Два. Шпура. ТРАТВ. Коммутатор. Да. Именно так. Вот выразили опять всё через матрицы, для которых у нас есть соотношение ТО-МАТРИЦ' Из-за этого уже просто помчали. Здесь, конечно, можно переставлять АНД. Поскольку симметрия АНД очевидна, то здесь может доказать с помощью точных слифовий, что антисиметрия по всем трём индексам. Можно по-разному переписывать. И вот можно получать вот такое соотношение. Полезно ещё внести, и она будет фигурировать, такое матрицу ДАВС. Которая есть ДАВС. А что такое ДАВС? Мы говорили, что вот есть антикоммутатор, но есть и коммутатор тоже можно назвать ДАВС. Вернее, это коммутатор, но можно написать выражение для антикоммутатора. Да? Антикоммутатор. Который есть... Что же он есть? Ну, написается АВ, конечно. Так, я решу. Плюс ДАВС. Всякое предъявление. Вот этот ДАВС, с наличием которого есть, связанное с существованием двух операторов предказмиров. Значит, вот есть... Я говорил о двух операторах предказмиров, а ВС-3 Флейверна, да? Когда создали Флейверна группу. Но с точки зрения математики различий-то никакого нет. С точки зрения физики есть большое отличие. Потому что флейверная симметрия, она нарушена, да? И с ней взаимодействие вообще не связано с флейверной симметрией. А цветовой симметрии... Световая симметрия не нарушена, и на ней сидит все зеленодействие. Как рыбровочные грузки, отвечающие световой симметрии. Вот. Так, здесь, как определить, что такое здесь? Здесь, конечно, единичная матрица, а коэффициент, наверное, единицы на НС. Не на 2 НС. Шпур возьмем, будем здесь шпур возьмем. Получим Дельта АВ. Просто Дельта АВ. Потому что это антикомутатор. Если есть, возьмем тоже. Просто Дельта АВ. Да. Все правильно. Вот так. 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 Вот это. Если ввести такую матрицу ДА. Можно написать найти лёгкую ДА. Ну ладно. Это я, поскольку я не помню на память Симона Тарна. Ну, оставляю это вам для домашнего упражнения. Она нам понадобится. Нам, вам понадобится на семинарах. На семинарах. Ладно. Понимаете? Вот. Можно вывести массу соотношений всякого рода. Ну, например. Ясно? Вот это что такое? Это вот соотношение гамма-ню, гамма-ню. Гамма-ню, да? Гамма-ню, гамма-ню. Это тоже идилличная матрица с каким-то коэффициентом. Правильно? Сверток подъем. А есть соотношение, например, гамма-ню, гамма-ню, гамма-ню. Да? Тоже есть такое соотношение. Когда гамма-ню... Между двумя гамма-ню, стоит внутри еще какое-то гамма. Здесь тоже, конечно, есть такое соотношение. ДА, ДА, ДА. И это соотношение тоже полезно. Часто встречаю. Часто приходится использовать это соотношение. Так это стоит... Это, конечно. Ну, легко догадаться, что оно должно быть пропорционально ТБ. Индекс ДА не мой, он ушел, остался в ТБ, но только коэффициентчик непонятный. Такое соотношение такое называется ЦФ минус ЦВ. Минус ЦВ пополам. Это значит оператор Каземира. Значение оператора Каземира в акул-наментальном предоставлении, а это в присоединенном. А здесь стоит ЦА. Вот соотношение, которое... В ТБ. Вот. Молодец. Видно, что не спит хоть один человек. Так. Ладно. Все. Ладно, хватит с этими матрицами. Вы на семинаре еще с ними поработаете. Вот. А теперь я хочу дать такой крайенький, совсем крайенький обзорчик процессов. Какие же характеристики сечения этих процессов? С чего начнем? С чего начнем? Процесса кварт-квартного рассеяния, да? Кварт-квартного рассеяния. Ку-ку. Или вообще говоря, все равно ку-ку. Такое. Такое ку-ку. То есть разные эти парки. Разные парки. Но этот одинаковый. Ну и что мы можем сказать об этом процессе? Об этом процессе. Конечно, просто такая диаграмма. Там и самая, чтобы... Электродинальненький. Сечение. Что можем сказать о сечении? Что можем сказать о сечении? Сечение. Напишем D7 по D7 по D7. Так, грубая характеристика этого сечения. Давайте будем... Введем вот эту самоскопеременную агрессию T. С сюда, T сюда. Сечение как ведет себя? А? Сечение как ведет себя делить на T в квадрате. Да? Сечение как ведет себя на T в квадрате. Ну, конечно, но... Это обычная колонность и расходимость, когда есть... И здесь, конечно, никуда она не делась. Да? Конечно, есть здесь. Да. И... Значит... То же самое. Здесь никаких отключений от квадрата. Электродинамики нет по существу. Ну, конечно, я повторяю, можно расслабить процессы с фиксированными. То есть, для этого процесса все тривиально. Следующее, что можно рассматривать... Ну, конечно, можно рассматривать его и в канале ангеллянции. Но в канале ангеллянции... Таналия ангеллянции. Значит, когда у нас куклу с чертой переходит в куклу с чертой. Другие квадраты, да? Как сечение тому видно себя? А? Как оно себя ведет? Досигни по ДТ? Ну, кажется, тогда единица на С в квадрате, конечно. Единица на С в квадрате, где С, это опять энергетический инвариант считаем. В этом канале уже. В этом канале уже, да? Ну вот. Тоже ничего интересного. Что начинается интересного? Ясно, что интересное начинается, когда у нас плеоны вступают в игру. И это интересное, конечно, когда мы рассматриваем процесс, скажем... ЖЭКУ... ЖЭКУ. Насеянно. Комптон. Комптон. Не только не катонный, а амбрионный комптон. Не на электроне, а на кварке. Что же здесь интересного? Что здесь самое интересное? Конечно, есть те же самые диаграммы, которые есть для фотона. Такая диаграмма. Такая диаграмма. Ну, есть вот такая вот диаграмма. Вот такая диаграмма. И она, конечно, всё кардинально меняет. Потому что, как мы знали, как мы знали... Эти диаграммы дают какой вклад? В полное сгодность или падающий, да? А если говорить о инференциальном распределении, то есть... Ну, как здесь видно по ДТ. Так. Это есть единица делить на С и на Т. Так? И если взять за Т, обозначить... Вот это вот. Это С. Вот это вот. Квадрат вот этого суммарно-инференциального распределения. И квадрат вот этого импульса обозначить за t, квадрат вот этого импульса, то мы получим вот это вот, за счет того, что в этом канале, откуда вы сделаете, я не знаю, что это значит, из-за того, что в t канале есть глион, т.е. глион в частицах 1. Как мы помним, общее выражение для достигла ВДФМ можно так написать, что это есть в возрасте, где t много меньше s, но много больше, чем все квадраты нас, чтобы можно их пренемлечь. Тогда это будет s в t в течение, что? 2j единица на s в квадрате. Вот она, эта панелька, да? Здесь 2j равно единица, s квадрат, вернее, j равно единица, s квадрат сократился, единица на t квадрате осталась. А здесь для этих диаграмм в альтернативе было сечение вот такое. j было равно, вот видите, в этом канале есть частица с пеном 1,2. 2j единица, 1s сократилось, и t появилось. Вот такое сечение было. Здесь был какой-то пик, логарифмический пик для рассеяния назад. Нежели этот и путь с маленьким, это значит, что конечный глион летит по начальному квадру. Это говорят рассеяние назад. Вот такое было. Здесь ситуация партинально меняется за счет наличия этой диаграммы. И сечение оно вот такое же, как здесь. Более того, можно легко вычтить этот коэффициент. Вот этот коэффициент, я думаю, что вы на семинаре это проделываете, коэффициент реально вычисляется каким образом? Думаю, что уже говорилось, но каким образом? Есть такое размножение в числителе этого пропозатора. Здесь индекс ню, а здесь индекс ню. Здесь индекс путь п1, а здесь индекс путь п2. И они разные, эти индексы, сильно разные. Так что п1-п2 очень большая величина. Когда большое сечение? Когда вот эта частица летит преимущественно по п2, а эта частица по п1, когда идет рассеяние филер. Тогда здесь сечение большое. Здесь, или когда малопередать импульс, т маленькая. В теканале у нас есть пропагатор фотона, глюона. Пропагатор у него есть, вот, комиссионная часть, которая есть, жены-ю. Жены-ю. Жены-ю можно расписать так, считая, приобреняя маслами. Считая вот эти частицы безмаслами, или эти импульсы светоколусные. Можно написать так, что здесь П1-ю. П2-ю. Плюс П2-ю. П1-ю. П1-ю. Делить на 2. Делить на С. И С это П1-П2 в квадрате, как вы понимали, да? П2-ю. Плюс жены-ю. Плюс деканикулят. То есть деканикулятность означает деканикулятность плоскости, образованной векторами П1-и П2. П1-ю. Теперь, нежели мы будем сворачивать… П2-е. Давайте посмотрим, что при свертке с вершинами, каждый член из этого разложения. Вот этот член, он не даст никакой зависимости от S, правильно? Потому что, что у нас получится? У нас перпендикулярно только, здесь и здесь будут участвовать только перпендикулярные импульсы. А они маленькие эти перпендикулярные импульсы, я говорю, что преимущественно. Т же маленькая, передача импульса маленькая, значит перпендикулярные импульсы маленькие. Теперь, этот член, вот пошли, здесь у нас P2, пошел на эту вершину. Ну и встретился с теми же импульсами, которые типа P2, да? Ну, что? Которые славно отличаются от P2. Ну и дал порядка единицу. Опять, единицу с S никак не настущим. Этот пошел... Где? Вот моя работа твоя. А этот пошел вниз и тоже ничего не дал. Вот этот член вообще будет подавлен, как единица, вклад амплитуды его. Вообще подавлен, как единица S. Этот член S в нулевой степени. А вот этот член даст S в амплитуде. В амплитуде даст S. Почему? Потому что он P1 пойдет сюда, встретит там P2. А P1 на P2 это S. А P2 пойдет сюда и встретит P1. А P1, P2 и 5S. Значит, из числителя S квадрата знамените S. Вот, что значит можно просто сказать. Для него примерно равно... Если мы говорим... Посмотрим 8 точку, вот такую... Так называемый реческую 8 точку. Когда S велико, а ты... Ты маленькая... Это мой главный член. Для него можно разложить на... Представить вот таким образом. И видно, что у нас произошла факторизация. Вот P1 пошел на эту вершину, P2 на эту вершину. Так? Произошла факторизация вершин. Вот, и амплитуда... Значит, амплитуда... Амплитуда это будет S делить на T. Амплитуда S делить на T. Амплитуда S делить на T. Оно рассечение вот такое. Квадрат амплитуды это делить на S в квадрате. из-за нормировки волновых функций начальных частиц то есть из-за потока умножителя вот так а теперь посмотрим ну вот что очень такое замечательное замечательное явление произошло а теперь мы посмотрим ЖЖ растерим ЖЖ растерим ну конечно есть одна диаграмма значит для ЖЖ растерим ну давайте ЖЖ перешло Ж1, Ж2 Ж1, Ж2 Ж2 можно конечно все диаграммы нарисовать я думаю что для вас никакого труда эти не составляли но я не хочу этого делать я ограничусь только одной диаграммы которая важна именно вот в этом Рэйчерском примере ну если С-порядка Т то конечно все они важны когда С-порядка или Т-порядка С то все они важны но все надо учитывать а вот в таком примере в высокотергетическом примере в Рэйчерском примере то конечно самая главная диаграмма это вот такая главная диаграмма Ж1 Ж1' Ж2' Ж2' да как вы помните конечно для фотонов в Рэйчерском приближении вообще так процесс не идет он идет только в петлевом приближении и сечение падает с С-порядка падает с С-порядка а здесь вот ситуация совершенно другая здесь сечение с С-порядка так же как вот это вот вот это сечение вот это сечение вот это сечение если обозначим это значит ДСНГМА КУКУ да а это обозначим ДСНГМА ЖЖ по ДСНГМА вот это же мы получим ну получим я как-то решу профессиональное выбор я думаю что равно напишу равно напишу что? я напишу АКУ вот так а здесь в течении напишу в том же линии ДСНГМА ЖУ по ДСНГМА вот это есть АЖУ делить делить на ТВ квадратный а это сечение мы пишу что это есть АКУ АЖЖ делить на ТВ квадратный но вот из того что мы говорили о разложении этого тропоката сразу следует что АКУ на АЖЖ квадратный что такое? АЖКУ квадратный да? АЖКУ квадратный сразу можно получить такое соотношение да без всяких вычислений ну что еще интересного есть? если что-то есть если что-то и есть интересное то вы можете сами получить вот с помощью такой простенькой формулы вы можете получить всю качественную информацию в процессе о том как она ведет себя как сечение семинара при большинстве наверное на семинарии что-то еще проделаете какие-то посмотрите процессы более внимательно наверное я вам не надоел? если не надоел то можем продолжить да? еще одну такую маленькую тему значит да? можно здесь посмотрите как это все учителяется да? а как вы такие вещи проверяете? если это проверялось там вот как это проверяется при растении там понимаете в чем дело? но это проверяется каким образом вообще формулируется у меня сошли не наблюдаются такие процессы а что наблюдаются например на огромном любимом нашем банке да? что наблюдаются? наблюдаются струи да? которые летят вот там вот много много чего летит да? ну скажем вдруг на большие углы наблюдаются две струи почти с импульсами которые друг друга почти компенсируют как какая интерпретация этих струй как интерпретация рождения как рождаются эти струи вот рождаются они следующим образом вот он вот летит протон протон а здесь туда металли протон состоит там из глюонов и кварков да? есть такая функция можно вычислить но не то что вычислить а так можно обвести функцию распределения функцию распределения партонов в протоне ну не только в протоне в любой частице функцию распределения которую можно так обозначить F функцию F в портоне ну например Q в B в кварков протоне так что она зависит от её доля импульса который несёт этот кварк который этот кварк может обеспечить которую этот кварк может пере met Так скажем. И вот, будет такая функциональное определение. Мы знаем сколько и хотим, скажем, наблюдаем на конечном состоянии две струи. Ну откуда взялись эти струи? Вообще говоря, струи могут быть разные. И есть струи, рождённые кварталом, и есть струи, рождённые глионом. И они вообще-то разные. Ну давайте пока забудем про эту разницу и будем говорить, что какие же источники вот этих могут быть, могут быть источники этих струй. Почему-то импульс... Как может произойти процесс большой передачи импульса? Это должны столкнуться какие-то кварки или глионы, которые здесь были, и разлететься на большие углы. Ну и то есть, здесь что-то вот полетело, там вперёд как-то, ну не совсем вперёд, потому что, если отсюда мы убрали один кварк или его, да, то всё, когерентность нарушилась, это уже будет патротонное состояние, а вообще чёрт знает что. Просто так же отсюда вылетел один кварк, да? Или антикварк. Скажут, антикварк отсюда, антикварк отсюда. Они обменялись глиончиком, и здесь полетел опять с большой передачи импульса, разлетелись две частицы. И эти частицы породили струю. Эта частица породила свою струю, эта частица свою струю. Но, если честно запишется, как? Слёртка. Вот такая слёртка, вот так напишет. П, это общее название для партона. Партона может быть кварк, антикварк или любая частица. Слёртка. Кварк, антикварк или глион, да? А здесь П. Это в первом протоне. Партона. Вот свёртка. Нам нужно свернуть эту функцию с F, ну какой-то P' здесь, в другом протоне. В P2. Число партонов в другом протоне. Свернуть. Ну так, чтобы умножить. Все равно не друг с другом. А умножить как сечение. Сечение P1, P2 лучше. P1, P2. П1, P2. Сечение взаимодействия партонов P1, P2. В результате которого рождаются новые партоны. Другие вообще говорят. Они могут быть. И те же могут быть. Другие рождаются. Рождаются. Но с большой передачи импульса. Так, чтобы, конечно, партоны летели на большие углы. P1, P2, P2. Это сечение. Вот одно партонное сечение, о котором я сейчас говорил. Это партонное сечение. Теперь это мы получим. Вот и все. Они рождают струи. Пять уже. Ну там есть механизм, как струи рождаются. Если мы смотрим инклюзивное рождение, то достаточно просто. Нам не важно, как. То есть, как. Если родился вот этот вот партон, который летит на большие углы. Таким образом он там перейдет в струи. Нам это не важно. Просто считаем число партонов и говорим, что это число равно числу струи. Но бывает не так, что мы должны... Мы, конечно, смотрим на... Как-то рождаются не струи, а отдельные адроны. Отдельные адроны, да? Тогда мы должны сюда родиться отдельные адроны и сюда родиться отдельные адроны. Тогда мы должны еще вернуть вот это вот выражение с функцией фрагментации адрона в... Вернее, функцией фрагментации партона в адрон. Ну или, грубо говоря, с вероятностью, дифференциальная вероятность перехода партона в адрон. Для этих функций, эти функции... Вот эти функции, функции распределения, это функции распределения партонов в адронах, да? Функции распределения. Ну видите, они являются, так сказать, неотъемлемыми частями описания процессов на нашем любимом баке. А откуда они известны, эти функции? Ну вот, ну ладно, эти функции там поменялись какое-нибудь растение из электронов, да? Ну у них... Для них есть... Для них можно написать уравнение эволюции их по передаче импульса, да? Уравнение эволюции, которое называется... Ну, дегвал-уравнениями. Мы о них еще будем говорить. Об уравнении эволюции, мы в свое время будем говорить. Да? Что? То же самое, что методикоявленных фотонов, да? А? То же самое, что методикоявленных фотонов, да? Ну, понимаете, методикоявленных фотонов, это... Это такое... Ну, это... Да? Методикоявленных фотонов, это начальная стадия эволюции этих функций распределения, понимаете? Начальная стадия. Опять же, мы будем говорить... Дело в том, что... Ведь методикоявленных фотонов мы вот так сказали. А, вот, фотон излучился, да? Все будет. Дальше его развитие. Фотон ведь... Может, эволюция произойдет таким образом, что фотон излучился, потом родил пару, потом и пара еще фотон излучила, да? Но этот процесс уже маловероятен, поскольку константа маленькая. Альфа, 1,137. А если мы говорим о константе связи, не маленькой? А ведь, на самом деле, альфа это наивно, а при каждом вот таком перерождении, у нас... Альфа умножается еще на логарифм передачи, большой передачи импульсов. И эта вечна, когда мы говорим о патронных процессах, она... Эта вечна порядка единиц. То есть, когда мы говорим о великолепной кардиналии, об великолепной кардиналии, мы вот говорим, вот, излучился и все фотон. Все. Вот число эквивалентных фотонов, да? А может быть так, что этот фотон родил пару, да? А пара еще родила фотон, да? И на каждом этапе здесь стоит вот... Вы же в сечении уже смотрите. Здесь стоит альфа, здесь стоит альфа, да? Ну, на самом деле, если внимательно посмотреть, то не альфа, а альфа на большой алгарифм, а альфа на алгарифм в квадрате. Но в электродинамике даже альфа на алгарифм в квадрате это... Да? А для хрома динамика это леда. Поэтому для хрома динамика вот эти функции Ф, функции Ф, учитывать весь такой каскад. Понимаете? Да? Ну, ладно. Еще вопросы есть? А? А у них функции есть для фотонов, да? А для, так сказать, там, повыбужденных в состоянии, которые, там, мало нарушения резонанса, их вообще востроить невозможно? Функции распределения? Да, да, да. Ну, конечно, нет. Да, конечно, нет. Да. Для них, для вот этих функций распределения можно написать только уравнение эволюции, уравнение развития их, и уравнение изменения их с передачей импульса, с ку-квадрата. Потому что, вот, я говорю, ку-квадрат большое, можно в теории возмущений пользоваться. Я говорю, здесь набираются логарифмы ку-квадрату. Продифференцировали эту функцию распределения по логарифму ку-квадрату. Только вот последний этап у нас и сыграло. Но, кроме уравнения можно написать, уравнение написали. Но, кроме уравнения, когда уравнение есть, а что нужно еще? Для уравненки начальные условия нужны. А где мы начальные условия возьмем? Только из эксперимента. Понимаете? А где там эксперименты с резонансами? А? Понятно. Ну, вот. Вот. Все, что ли? Что-то мне вот... Караон устал. Ладно. До свидания. До свидания. Продолжение следует...